Дорогие мои подписчики, всем большой-большой привет! Я как всегда рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в очередной раз хочу вам рассказать о своей любимой сетевой косметической марке, а именно о Фиберлик, и покажу вам заказик, который я сделала на этот раз. В этот раз он был не такой большой, как предыдущий. Но давайте не будем терять время и начнем. Начну я, наверное, с мастхева, который я заказываю в Фиберлике постоянно. Я уже забыла, когда покупала в обычном магазине. Это стиральный порошок, он у них есть двух видов, в голубой и в оранжевой упаковке для цветного белья. Я чаще всего беру вот такой в голубой универсальный стиральный порошок. Здесь его очень много, целый килограмм, хватает его на очень долгий промежуток времени. И еще, что самое главное, здесь есть мерная ложечка. Очень удобная, с помощью которой очень удобно набирать порошок, закидывать его в стиральную машину необходимое количество, столько, сколько нужно. Вообще очень классно, он очень классно отстирывает, и при этом абсолютно не портит никаким образом ткани. Вещи после стирки выглядят как новые, и ни разу ничего, порошок еще не испортил. Дальше также мастхэв, который тоже часто заказываю, это гель, концентрированный для стирки белья, для особых тканей. Этот гель нужно применять вместо порошка для каких-то очень деликатных тканей, таких как шелк, не знаю, какой-то гипюр может быть, ну или просто какие-то такие очень нежные и деликатные ткани. У меня таких тканей, конечно же, одежды, вернее, из таких тканей не так много, но иногда такое средство тоже пригождается, и также оно хорошее, хорошо отстирывает, и очень так деликатно, нежно отстирывает вещи, и тоже они никак не повреждаются. В общем, тоже хорошая вещь, советую всем хозяйкам присмотреться к этой вещи. Также тоже из таких домашних хозяйственных атрибутов из серии Дом Фаберлик, тоже очень классное средство, на которое я также советую вам обратить внимание, это средство для чистки стекол, зеркал, ну и таких всяких зеркальных поверхностей. Очень классно вообще все отмывает, абсолютно не оставляет разводов, я пользовалась разными, покупала разные в обычных хозяйственных магазинах, но могу сказать, что вот этот от Фаберлик, он просто один из лучших, никогда меня не подводил, даже если, знаете, как-то не совсем аккуратно все это стирать со стекла, то разводов не будет, все равно поверхность будет чистая, в общем, без каких-либо пятен и проблем. Также еще заказала вот такое средство в первый раз попробовать, до этого никогда не пользовалась, это средство чистящее для туалета и ванной комнаты. Ну, что могу сказать, тоже, как и остальные средства из этой серии Дом Фаберлик, они мне нравятся, то есть оно мне понравилось, это средство, хорошо тоже все очищает, и при этом, что самое главное, очень часто, я думаю, вы замечали, что в таких средствах, которые идут для мытья туалета, ванной комнаты, кафеля и так далее, очень такой едкий, просто ядерный запах, здесь такого нет, я думаю, что просто из-за того, что в составе здесь более-менее нормальные компоненты, ничего ядерного и суперхимозного здесь нет, и поэтому нет этого ужасного, отвратительного запаха, вот, но и при этом тоже хорошо справляется со своей задачей, также я довольна и тоже могу вам советовать. Вот, в принципе, из таких хозяйственных вещей это все, также еще постоянно я в Фаберлике заказываю различные жидкие мыла, в этот раз заказала вот такое с облепихой, солнечная облепиха, это просто обычное жидкое мыло, которое будет стоять у меня в ванной комнате, и также в Фаберлике я очень часто заказываю отдельное жидкое мыло, которое идет также из серии Дом Фаберлик и предназначено специально для кухни, в этот раз я взяла с фруктовым ароматом, с яблоком. Я, если честно, не знаю, чем вот такое мыло, которое для кухни и чем обычное жидкое мыло отличаются, единственное, что я предполагаю, что все-таки в том мыле, которое идет для кухни, там более такой запах, может быть, более концентрированный, и при этом, допустим, когда вы там, не знаю, чистили рыбу или там мясо, и когда у вас остается запах на руках, то благодаря этому мылу для кухни, его аромату, то есть он все смывает, и никакого неприятного запаха, даже лука у вас на руках не остается, поэтому тоже советую, именно вот это мыло для кухни прям вообще супер, тоже постоянно его покупаю, и оно также является моим must-have. Дальше хочу показать парочку вещей, которые я заказывала для своей мамы, ну, во-первых, это вот такая краска, до этого она в Фаберлике покупала другую, эту взяли в первый раз, еще, если честно, не пользовались, поэтому не знаю даже, что про нее сказать, вот, но предыдущая краска, по-моему, краса, такое она пользовалась, была очень хорошая, думаю, что это тоже будет хорошее, здесь стандартный набор краски, то есть окислитель сам идет в удобной, такой баночке, краска, перчатки, бальзам, в общем, все как полагается в обычной нормальной краске, вот, и оттенок у нее 703, называется светло-русый. На картинке выглядит довольно-таки симпатично и натурально, надеюсь, то, что в жизни получится так же. Потом тоже для нее мы заказывали такой мягкий мусс для умывания, восстановление и упругость кожи, он идет для возрастной кожи 40+, а также он хороший, очень мягкий, хорошо смывает макияж, при этом не травмирует кожу, тоже уже не первый раз на его заказывают, и он недорогой, даже, можно сказать, дешевый, но при этом он очень хороший, допустим, лучше, чем какие-то, может быть, даже другие дешевые аналоги. Вот, и еще один такой дневной крем идет для тоже возрастной кожи, для сохранения упругости кожи, для сохранения объема кожи, эластичности из серии Air Stream, это уже более такая дорогая серия Фаберлики, более действенная, вот, очень хороший крем, мягкий, нежный, ну, я не знаю, не могу сказать, как он действует на кожу возрастную, так как я им сама не пользовалась, но думаю, что он тоже хороший, как бы вот так, даже больше не знаю, что о нем можно еще сказать. И также вот такое классное вообще средство, которое понравилось и мне, и моей маме, идет из серии Ultra, вообще, это предназначено для молодой кожи, такой вот гей для умывания, даже идет он, как бы, для проблемной кожи. Я очень часто, на самом деле, покупаю именно гели для умывания, для проблемной кожи, потому что у меня кожа, ну, как бы жирная, поэтому ее, в принципе, в какой-то степени можно отнести тоже к проблемной, хотя прыщей, слава богу, особо там каких-то нету, вот. Но что я заметила в таких средствах, которые идут для проблемной кожи, то, что они очень часто бывают такими ядерными и очень-очень сильно сушат кожу, потом такой эффект стянутости, сухости на коже вот здесь, в этом геле, этого абсолютно нет. Он безумно мягкий, он безумно хорошо отмывает макияж, то есть дополнительные средства вам не понадобятся, если вы не привыкли ими пользоваться, и при этом он действительно хорошо действует, справляется со всеми своими свойствами и абсолютно не сушит, не травмирует кожу. Мне он очень понравился, поэтому действительно советую, стоит он недорого. Если вы любите такие средства для проблемной кожи, всякие гели для умывания, то я уверена, что вам это средство понравится. Ну и всего лишь два косметических средства из декоративной косметики. Ну, начнем вот с такого карандашика для глаз. В принципе, обычный карандаш для глаз, бирюзового оттенка, очень красивый, на весну, на лето классный оттенок, долго держится, к нему нет никаких вообще нареканий, просто обычный хороший карандаш для глаз. И также вот такая пудра из серии Secret Story, которую я тоже заказала своей маме, она заказывает ее также не первый раз, ей эта пудра очень нравится, она ей довольна, и постоянно она ей пользуется. Ну и последнее, что хочу вам показать от Фаберлика, это будет нижнее белье, я тоже вам рассказывала, что часто заказываю в Фаберлике нижнее белье. Вот такой вот бюстгальтер у нас идет, называется он Вера, вот, и этот бюстгальтер, он называется Балконет, очень красиво смотрится на груди. Сейчас я попытаюсь показать, вот так вот он выглядит, извините, то, что я тут трушу перед вами нижним бельем, но просто очень многие просили показывать. Вот, очень красиво он смотрится, и у него не так много швов, и под одеждой он как бы не просвечивается, и особо даже не виден. И что самое вообще еще главное, они не так быстро изнашиваются, это раз, у него хороший состав, это два, и здесь сзади есть такие вот, не знаю, прорезиненные, или какие-то такие силиконовые вставки, благодаря которой он, скажем так, не елозит по коже, а очень хорошо фиксируется и держится на одном месте. То есть, летом, например, когда мы потеем, это, я думаю, то, что тоже очень-очень важно. Ну вот, это все, что я хотела вам рассказать этот раз. Большое спасибо, что посмотрели это видео, всего вам самого хорошего, и всем пока! До новых встреч на моем канале в новых видео!